всем привет с вами дэн и у нас на обзоре сегодня я бы сказал уникальные часы oris background pro pilot с референсом 690 77 35 40 63 здесь есть очень нестандартно реализованные функции и давайте тогда сразу же поговорим о функционале и механизме этих часов потому что здесь наверное главная фишка именно вот это у часов крайне интересные новаторский механизм и не менее новаторская система настройки показаний при помощи ободка часов при повороте ободка по ходу часовой стрелки местное время будет переключаться вперед шагом в 1 час а при повороте ободка в обратном направлении местное время будет переключаться назад тоже с шагом в один час при этом переходе При переходе через полночь, соответственно, вперед или назад будет переключаться указатель даты. Таким образом, время можно легко и быстро переводить, не пользуясь заводной головкой. И особенно это важно, конечно, когда вы меняете часовой пояс. Как раз покажу. Вот у нас, собственно, ободок. И мы крутим ободок. Часовая стрелка у нас переводится в одну сторону и во вторую. Очень круто и необычная, классная реализация. Действительно потрясающе. На самом деле очень удобно. Сначала, когда смотришь и пользуешься этой функцией, тебе кажется, вот это класс, как они это реализовали, как они это сделали. А потом ты просто начинаешь думать о том, что это реально очень удобно. Не надо никуда там заводную головку вытаскивать. Просто сидишь, например, в салоне самолета, летишь куда-то, подвигал ран, там, хоп, у тебя уже местное время. Круто. Круто. Здесь есть еще и второй часовой пояс. Это вот как раз у нас манеж у отметки 3 часа. Там две стрелки, часовая и минутная. Соответственно, также есть указатель день-ночь. Он находится слева от этого манежа. И справа находится дата. Окошко даты. Указатель даты синхронизируется с центральными стрелками индикации времени. И дата автоматически переключается, когда центральная часовая стрелка переходит полностью вперед или назад. Соответственно, такая система облегчает перевод даты и упрощает использование часов при частой смене часовых поясов. Ну и у отметки 9 часов расположена секундная стрелка. И как вы знаете, в этом механизме есть функция стоп-секунды. И данный калибр называется Орис 690. Это разработка, собственная разработка Ориса на базе ETA 2836-2. 30 камней, запас хода 38 часов, 28800 полуколебаний в час. Давайте механизм сразу и посмотрим. Механизм уникальный, сложный. При этом, кстати говоря, он очень надежный и проверенный. Потому что он был разработан Орисом еще в 1996 году. Компания полностью переработала базовый калибр ETA. Изменив и добавив в него 76 деталей, которые как раз отвечают за расширенный функционал. И, кстати говоря, эти часы с данным механизмом в 1996 году получили приз как часы года. Ну и при помощи заводной головки, кстати говоря, тут она завинчивается, водозащита 100 метров. И при помощи заводной головки можно и время менять. Здесь есть особенность интересная, что во время ручного привода времени стрелки немного раскоординируются. Но когда вы головку отпускаете, все встает на свое место. Это вот особенность. Просто так сконструирован данный. Калибр. И еще есть особенность, что здесь, когда дату переводишь, что ее как бы нужно два раза прокрутить. И тогда она встает на свое место. Ну, такие интересные особенности. Соответственно, данная задняя крышка здесь прозрачная, чтобы можно было посмотреть на калибр. Ну и тут есть другие характеристики часов. Давайте тогда еще расскажу, что у нас здесь есть. Помимо водозащиты 100 метров, есть сапфировое выпуклое стекло с внутренним антибликом. Ремешок из кожи аллигатора. Ширина ремня 22 миллиметра. А цифра из стрелки покрыта составом суперлюминого BGW-9. Потом в конце видео вставлю фотку, как светятся стрелки. Очень ярко и красиво. 40, почти 45 миллиметров. Высота, несмотря на то, что калибр сложный, не такая высокая. Всего 13 миллиметров. Ну и от ушка к ушку. 53,2. Такие немаленькие часы, но для пилотов вполне отличный размер. Как видите, здесь довольно-таки толстый рант, который состоит из двух частей. Одна из них как раз движущаяся. Верхняя кромка, она такая полированная. А здесь у нас красивое рифление, очень современное. Такое не в винтажном стиле выполнено. Мне нравится. Классно сделано. Крупная заводная головка тоже с рифлением. И под стать рифлению верхнему есть и снизу тоже, у задней крышки. Классно сделано. Мягкие такие обводы у корпуса. Сатинирование. Он практически полностью сатинирован. Кроме вот этой верхней части ранта. И маленькой детали, маленького нюанса здесь есть еще вот полировочка. Узкая-узкая на ребре нижней. На нижней части корпуса переходит вот как раз в ушки. Очень классно сделано. Такой маленький нюанс. Класс. Нравится. Циферблат серого цвета, такого достаточно темного, насыщенного. Есть эффект небольшой солнечных лучей. Переливается красиво при разном освещении. Мне нравится, что здесь очень хорошая читаемость. Несмотря на то, что функционал, казалось бы, насыщенный. И второй часовой пояс, и отдельная секундная стрелка. Но вот большие центральные стрелки очень хорошо считываются. И благодаря тому, что цифры, основные цифры здесь печатаны, никаких накладных нет. Соответственно, тоже это визуально немножко облегчает циферблат. И он не смотрится каким-то, не выглядит каким-то перегруженным. Ну, тем не менее, понятно, что когда у нас две стрелки и часовая и минутная в районе от двух часов до четырех часов, соответственно, они будут немножко перекрывать второй часовой пояс. Ну, здесь, в общем-то, так всегда иногда в часах бывает, когда стрелка что-то перекрывает. Исполнение здесь, конечно, на высоте. Что корпусу, что стрелок и циферблаты в целом. Ну, здесь об этом, наверное, говорить не приходится. Я, кстати, покажу сейчас еще макро-видео. Аллигаторовый ремень, коричневый. Есть разные варианты ремней. То есть, можно и просто кожаный, и, по-моему, есть ремни с тканью. Ну, в общем, разные. Классическая уже для Ориса пилотская застежка в виде пряжки ремня. Даже слово лифт написано очень классно. Мне нравятся их вот эти застежки. Сразу добавляют стили, проработанности, нюансы, детали. Очень нравится. Просто обожаю вот эти маленькие фишечки от Ориса, которые делают часы вот такими узнаваемыми, необычными и проработанными на 100%. Ну что, давайте макро-видео посмотрим. Начнем мы с циферблата. Здесь у нас печать безупречная. Текстурка есть на манежах, на самом цифре. Стрелки. Широкие. Теперь рант посмотрим. Сатинирование. Заводная головка. Ну и что. Наверное, все. Большое спасибо Орис России за предоставленный на обзор часы. И пора, наверное, подводить выводы. Я хочу сказать, что это, на мой взгляд, прекрасные пилотские часы с новаторским механизмом, с новаторской системой управления стрелками и датой. Дизайн выверенный, пропорции правильные. И, наверное, знаете, немножечко, может быть, поднадоело вот это засилие пилотов в немецком стиле. И продукт Орис в данном случае выделяется своим собственным взглядом на авиационные часы, которые при этом крайне удобны для путешественников. Пишите, что думаете об этой модели. Не забывайте ставить лайки. Всем пока. Увидимся в следующем ролике.